Торговый центр «Понарт» Торговый центр «Понарт» Торговый центр «Понарт» С юга он ограничен улицей Киевской, с которой я зашел, то есть я вот захожу с юга сюда. С востока, то есть справа, с севера он ограничен улицей Павлика Мороза, она буквой «Г» так идет вокруг него. А с запада, с левой стороны, улица Беговая. Значит, всего в этом микрорайоне я насчитал 13 новых домов. Ну, что ж, смотря тут, видимо, больше крупных построек не намечается, за исключением там какой-то коробочки там хозяйственной такой. Вот. 13 домов всего. Район разделен на две части улицей Минусинской самой. Можно сказать, в этом месте это новая улица. Ее заново сделали. Ну, скажем так, сейчас я прохожу мимо дома 22, это так. Значит, в северной части, маленькой части, второй части, находятся у нас 4 дома, а в южной части, вот сейчас, в которой я нахожусь, находятся 9 домов. Вот. Мой маршрут будет лежать следующим образом. Сейчас я пройду за вот этот дом, этот дом номер 28, быстро пройдусь по двору. И, в общем, у меня тут такой план есть, вот он, план петляний, да? Вот это, кто хочет, может это запечатлеть. Тут номера домов, вот эта улица, пунктируем это улица Минусинская. Тут так вот можно споткнуться, провода торчат какие-то. Так, поэтому я буду быстро, попытаюсь уложиться все-таки в 29 минут весь ролик, поскольку это время ограничения всего ролика, он дольше быть не может на фотоаппарате. Вот, а начну я вот с этого дома, который прямо, это дом номер 28, он состоит из двух, он, собственно говоря, самый длинный из всех домов, этих 13. И плюс он еще состоит из отдельного такого дома, одноподъездного, который вроде как дом отдельный, дом отдельный, но он под тем же номером. Сейчас я его так издалека покажу, чтобы в этот скверик не заходить. А то тут детский сад находится. Вот, вот это вот, такой зеленовато, с синим нижним верхом, это тоже одноподъездная чушка, дом номер 28. Вот, я иду мимо дома номер 28. И заодно снимаю дома, которые находятся слева. Таким образом, значит, у нас, вот этот дом номер 26, синий-зеленый, я так общие цвета буду называть. Вот, а вот этот дом номер 28. Я иду сейчас по прямой до самого конца, до самой улицы Минусинской, а потом я буду петлять между домами. Пройдусь еще, по одной прямой попетляю и выверну потом в северную часть. Сейчас я иду по южной части. Вот, дворы. Дворы здесь я еще по дворам поеду, пройдусь отдельно. Так, следующий дом у нас номер 24, вот этот, красный, красно-синий. Это все 28, вот он идет туда, конец дома виден. Так, вот этот дом номер 24, он вот такой Г-образный, ну, как Г такая еще, с носиком, с таким, заворачивающимся. Вот, вот он тут такой двор. Здесь вот, как такового двора нет, но с той стороны я, когда снимал по периметру, я заснял все. Вот, 24 дом. Вот это вот со двором снимаю. Вот, а дальше идет дом номер 20. Ну, тут нумерация такая, несколько перепутанная. Вот, я ее установил, все подписал тут. Потому что мне просто интересно, сколько домов, так, чисто вот в географическом плане. Вот, за домами, за этими я не иду, поскольку периметр я снимал где-то в самом начале своего здесь пребывания. Было отдельное видео, посвященное только периметру этого района, с внешней стороны. Вот, дом номер 20. Красно-синий. Так, это вот дом следующий, за 28, это дом 18, он такой V-образный, он один из первых домов здесь. 16 дом, сейчас я его покажу. 16А и 18. По-моему, они были одни из первых заселены. Я не буду врать, но тут строился сразу комплекс, не поддельник домам. Вот, это вот дом номер 16. Вот, этот дом фасадом своим выходит на улицу Минусинскую. Ну, здесь был раньше пустырь, поэтому улицы здесь не было. Ну, ее просто продлили со стороны вот беговой там перекресток. Как таковой улицы здесь не было. Вот, но ее продлили и сделали вот такой современной, заасфальтированной. Вот, здесь вот такие находятся. Это дом, скажем так, с различными магазинами и заведениями торговыми. Вот, 16-й дом. Вот улица Минусинская. Сама вот она, где-то. Здесь вот это уже будет северная сторона микрорайона. Там дома с нечетными номерами. А здесь с четными. Ну, не можно сказать, что это правая сторона улицы, вот по которой я иду, а то левая. Магазин тут продуктовый такой большой достаточно. Сейчас я обхожу дом номер 16. Вот, и опять иду по прямой, ну, практически до того места, откуда я начал съемку этого района. Вот этот район, вот так вот я его засниму. Сюда по садам, ну, выходит практически только вот один дом, номер 19. Вот, и часть дома номер 15. Вот там вот она, с левой стороны. А тот дом номер 21. С правой. Внутри что там находится дом номер 17. Четыре дома там всего. На этой стороне. Вот три мы видим, а четвертый находится за вот этим домом. Вот, у меня первый блок видео, когда я снимал, там у меня было все путано. Я с этой схемой ходил просто. Даже составлял сами номера домов. Вот, чтобы потом понимать, где, что находится, мало ли. Вот, поскольку я живу просто на другой стороне улицы Киевской, поэтому как бы это, ну, не мешает знать. Ну и вообще. Так, вот это вот мы сейчас подошли к дому номер... Не соврать. Дом номер 14. Вот, Минусинская улица, дом 14. Вот, и сейчас я иду опять в самый тот конец. Тут как бы вот между домами два таких проспекта. Первый проспект прямой я сейчас прошел, а второй проспект я сейчас... На него сейчас вступил. Сколько тут? Ну, семь подъездов. В том доме. Тут бы еще, конечно, и подъезды бы тоже как-то посчитать. Ну, это уже какая-то классика. Может быть, потом... По видео я их и посчитаю, ведь номера подъезда. Так, вот дом номер 14. Это дом номер 16. Так, тут сейчас машины ходят туда-сюда. Время сейчас без пятнадцати... Восемь местное. Вечера, естественно. Вот он тоже, этот дом достаточно большой. Дом номер 14. Так, это вот проход я засниму, но я еще буду проходить. Вот. А вот это вот дом у нас номер... Номер 20. Это дом номер 24. Да, вот это дом номер 20. Это дом номер 24. Вот. Вот, прохожу я сейчас... Мину я дом номер 14 опять. Так, батарейка на низком уровне, поэтому ее может само прекратиться. Вот. Подхожу я к дому номер 22. Вот этот желто-синий, скажем так, в передней части. Ну, вот здесь вот бытовое какое-то здание строится. Вот что-то типа какое-то вспомогательное. Домик такой. Торговый домик маленький. Который не является живым. Ну, я иду дальше. Да, видимо, придется два ролика запускать, потому что на этот у меня электричества не хватит.